И потом будет такой сладкий стол С завтрашнего дня, с понедельника по пятницу Кто помнит, что у нас в последней неделе? Хвала и поклонения! Аллилуйя! Как-то мы не рады, Саша Завтра в 7 часов вечера мы встречаемся на 86 и Пайпарпой Мы не идем больше на Бодбах Мы там уже были Теперь мы меняем дислокацию И мы встречаемся возле Тидибанка на 86 и Пайпарпой Там есть Тидибанк на Угу Мы там встречаемся и мы будем там славить Бога Мы будем раздавать флайерсы Мы будем приглашать людей на Пасху И в следующее воскресенье мы празднуем Пасху Сегодня третий день уже Пасовара Также если взять как православные обычаи То сегодня вербное воскресенье Я думаю, что мало кто знает, что такое вербное воскресенье Это троица? Нет, это не троица Вербное воскресенье Это когда Иисус вошел в Иерусалим И он вошел туда на осле И все воскресали Слава Богу Слава Вышних Благословен грядущий Во имя Господне Асана И они его встречали И перед ним постелали Ну, кто-то говорит вербы Но те, кто, говорят, были в Израиле Говорят, не нашли вербы Пальмовые вербы Пальмовые листья Они постелали свои одежды Они поклонялись царю царей Господа Господствующей Это был триумфальный вход Иисуса в Иерусалим И потом целую неделю Там были свои события И в следующее воскресенье Это было Ну, его в пятницу распяли И в воскресенье он воскрес И уже воскрес Как Сын Божий Так что мы в следующее воскресенье Будем праздновать этот Великий праздник Великий праздник Победы над смертью Великий праздник искупления Великий праздник Того, что Бог сделал для каждого из нас Он сказал Я отдал своего Сына Чтобы каждый, кто поверит в Него Не погиб, но имел жизнь вечную И в следующее воскресенье Пожалуйста, вы видите Перед собой пригласительные Возьмите себе Если вам мало одной Скажите, вам дадут еще И пригласите своих друзей Пригласите своих знакомых На Пасху Конечно, у нас на Пасху Бывают разные события И если кто-то хочет Нести, светить куличи Говорите, что мы посвятим Потому что на самом деле Многие говорят Как же на Пасху Нужно даже светить Несите, мы посвятим Главное, чтобы человек пришел И он услышал Слово И в следующее воскресенье Я буду проповедовать на тему Последние семь слов Иисуса Христа Перед смертью И на Христе То есть последние Последние семь слов Иисуса Христа Которые он сказал Перед смертью Так что давайте Давайте мы Придем на этот праздник И услышим Что же Иисус говорил Какие последние слова Он говорил Следующее 29 апреля Будет Оргкомитет Будет Оргкомитет И на этот Оргкомитет Приглашаются Все желающие Кто желает Участвовать В развитии церкви У нас очень много Мероприятий на лето И до конца года Нам нужно Обсудить ряд проектов Если вы Имеете Желание И возможности Пожалуйста В следующую Пятницу В 9 часов Начало То есть мы После хвалы Приедем сюда Перекусим И будет Оргкомитет Пожалуйста Всех ждем Также в следующую Субботу 30 апреля В 12 часов Будет Гибельская школа Если вы Уже Учитесь Библейской школе Я напоминаю Что это для вас Если вы Хотели бы Начать учиться Библейской школе Вы можете прийти Потому что Библейская школа Она идет по кругу То есть Не важно С какого урока Вы начнете И вы все равно Вернетесь С тем уроком Который уже прошел Так что Пожалуйста В следующую Субботу В 12 часов Я приглашаю вас На библейскую школу Все Вроде бы Я все сказал Да Пожалуйста Группа прославления Давайте поклонимся Богу И потом Я приглашу Пастора Апостола Тофа И он будет Служить нам И говорить нам Слово Которое Предназначил Бог Для нашей Церкви